Меня зовут Максим, Максим Бусил. Работаю в Яндексе, занимаюсь разработкой факторов ранжирования. Значит, о чем мой доклад? Мы в разработке факторов очень большое внимание уделяем в том числе производительности. Поэтому мы, в том числе поэтому, пишем на языке C++ для достижения максимальной эффективности. И сегодня я хотел бы рассказать о таком аспекте C++ как о многопоточности. Собственно, доклад будет состоять из описания того, чего в C++ есть для многопоточности в 11-14 стандарте. Вот это будут кирпичики, из которых все состоит, а потом мы из них попробуем что-то интересное собрать. Ну, давайте, поехали. Значит, что у нас в C++ есть? В C++, конечно, до определенного момента, в определенном моменте это 11-й стандарт, ничего такого интересного не было. В 11-м стандарте появилось. Значит, базовые примитивы вот здесь вот перечислены. Мы сейчас все их подробно рассмотрим, подробно поговорим. Значит, первый примитив — это sd-thread. Собственно, это некая абстракция над системным потоком выполнения, в котором выполняется ваш какой-то пользовательский код. Значит, в его конструктор передается любой callable элемент, то есть либо функтор, функция и так далее и тому подобное. Этот код вызывается при этом какой-то системный вызов. Часто это, например, клоун в Unix-системах. Копируется адресное пространство. Адресное пространство у разных потоков одинаковое. Копируется стек. Ну и происходят какие-то вычисления. Значит, после того, как объект потока создан, с ним нужно сделать одну из двух вещей. Первая вещь, которая с ним нужна, ну или можно сделать, это заджайнить его. То есть дождаться конца потока выполнения в этой точке. Либо задотачить и сказать, что нам это не важно, давайте, в общем, код выполняется, и ладно. Если мы этого не сделаем, то деструктор выкинет что-то в духе sd terminate, и нашему коду будет плохо. Ну это такая базовая штука. Год дальше. Значит, нам вообще, как программистам, интересно работать не то чтобы там с потоками, с процессами или чем-то таким. Ну зависит, конечно, от задач. Но очень часто как бы основное назначение всего вот этого дела. А давайте мы возьмем, выполним какую-нибудь задачу и получим ее результат. Ну желательно, например, синхронно, чтобы не подвешивать основной поток выполнения. Ну окей. Базового потока никаких, ничего кроме вот заджайнить его и подождать, пока он закончится, ничего такого не предоставляет никакой синхронизации. Окей. Есть механизм, называется feature promise, на этом слайде обозначено. Собственно, он ответственный за то, чтобы в потоке какое-то значение установить, а в другом потоке, например, из которого данный был вызван и создан, это значение прочитать. Собственно, связь тут один к одному. Для каждого promise у нас существует future. Promise ответственный за то, чтобы значение установить в какой-то момент времени. Future ответственный за то, чтобы значение, которое promise установил, в какой-то момент прочитать. Эти два момента, они могут быть разнесены по времени совершенно по-разному. Ну, как бы для этого все это задумывалось. Окей. Как это в коде выглядит? В коде выглядит как-то так. Вот у нас есть родительский поток, справа дочерний поток. Слева у нас дается объект promise. Мы из него сразу же получаем объект future, передаем его в поток. Поток дотащится. И где-то здесь потом мы пытаемся value получить. Справа у нас это наша функция потока, которая выполняется. Там выполняется какой-то код, устанавливается значение. Все четко, все хорошо, все красиво, все работает. Значит, возникает вопрос. Что если у нас в какой-то момент в потоке, который мы создали в дечернем, вот эта функция F, в случае случится какое-то исключение. Механизм исключения, который сейчас есть, он хорош, хорошо работает. Но разработан был, задизайнен для однопоточного выполнения. Ну, изначально. То есть у нас исключение создается на стеке, пробрасывается, обрабатывается и все такое. Когда у нас исключение создается в другом потоке, и мы его в этом потоке не обрабатываем, а мы на самом деле не всегда можем это сделать. Дочерний поток на той дочерней, что он не имеет представления о всей системе в целом, как она работает. Мы хотим как-то делегировать, сказать вызывающему потоку, что здесь произошло исключение. Городить жуткие коды возврата и все такое как-то не очень хочется. Хочется нормально обрабатывать исключение. Ну, на самом деле, вот у меня здесь пример представлен, в каком случае у нас все плохо. Давайте мы красиво узнаем, вспомним, посмотрим, как красиво исключение все-таки обработать. Решение на самом деле есть. Решение называется exception.ptr. И у промиза, соответственно, метод setException. Значит, что такое exception.ptr? Exception.ptr — это такой шарит.ptr в мире исключений. Как и любой более специфицированный, то есть он заточен под исключение, инструмент, ну, как бы он имеет свои преимущества перед шарит.ptr, я чуть позже расскажу. Вторая интересная штука, которая нам здесь будет нужна, это currentException. То есть это возможность получить, ну, как сказать, вот у нас бросается исключение, мы его в кетче ловим, обрабатываем. As the currentException — возможность получить из текущего контекста, то есть из текущего кетча, то исключение, которое мы сейчас поймали. Получить exception.ptr на него, который мы потом можем передать в промиз. Значит, как это примерно будет выглядеть? Вот у нас опять наша снартная конструкция, создали промиз, получили из него фьючер, вызвали threadfunk в отдельном потоке. И вот у нас на фьючер-гет мы рассчитываем получить там какое-то значение. Ну, здесь оно void-овское, то есть просто дождаться конца выполнения. Вот. Мы в этом кетче хотим получить исключение, которое в методе threadfunk может быть возбуждено. Ну, смотрите. Хорошо. Вот наш threadfunk, там просто есть какое-то исключение, мы его втроем обрабатываем, а потом у нас идет от конструкции setupSession, currentException, ну, в общем, все, как я описал. Значит, что здесь хорошо? То есть, ну, почему это лучше, чем shared.ptr? На самом деле тут все про копирование. Если мы вспомним, то исключение – это такая штука, которая, ну, вот, когда мы делаем srow, объект, который здесь создается, у нас, ну, понятно, называется конструктор этого исключения. На самом деле srow может созданное исключение как, например, скопировать, так и не скопировать. То есть, ну, это зависит от реализации каких-то там внутренних деталей. Более того, ну, вот, когда мы его в кэче обрабатываем, смотрите, если бы мы захотели это исключение наружу выкинуть, у нас исключение, оно созданно, ну, как бы на стеке. Чтобы его переместить, чтобы его отдать вызывающему потоку, его нужно, видимо, ну, как через shared.ptr переместить в кучу и все такое. Больно, неприятно, нужно точно копировать. Вот такой вот код, если мы там сам exception определим с какими-нибудь кастомными конструкторами, он нам может, ну, то есть, зависит от реализации, но он может нам выдать за весь вот цикл бросания исключения обработки этого исключения вызов ровно в одного конструктора. То есть один раз вот вызовется конструктор сам exception, и все. То есть, ну, по сравнению с тем, как могло бы это работать через shared.ptr, это, в общем, намного эффективнее. Значит, год дальше. Есть еще одна такая штука, как makeException.ptr. Вот это такой аналог makeShared.ptr, который вот приблизительно так же и реализован, как здесь написано. То есть он простой. Если в него передаете исключения, там точно будет копирование. В общем, ну, как бы предпочитайте currentException всегда, когда можете. Значит, год дальше. Вот мы с вами обсудили такой стандартный механизм, что вот мы с вами промис, получаем из него фьючер, какой-то код выполняем, как-то исключения обрабатываем. Кажется, что вот процесс, как это все происходит, он такой довольно, ну, не знаю, стандартный. То есть нам что на самом деле хочется? Нам на самом деле хочется сделать какую-то задачу, которая будет выполнена когда-то потом, ну, или может сейчас, кто знает. Передать в нее какие-то параметры, вызвать ее в какой-то конкретный момент. При этом, ну, мы, возможно, захотим ее выполнять в отдельном потоке. При этом мы хотим получить на нее, из нее какой-то объект, ну, мы про него знаем, это фьючер, с помощью которого мы потом возьмем и это значение когда-нибудь прочитаем. И при этом мы корректно обработаем исключения. То есть, ну, паттерн понятен, все такое. Собственно, packageTask — это такой, опять-таки, примитив, который в плюсах есть, который все вот эту вот логику инкапсулирует. То есть futurePromise принимает любой коллабл-объект, при этом корректно, вот так, как я описывал, он понимает исключения. То есть, ну, здесь какой-то такой примерчик небольшой написан, как это выглядит, как это работает. Мы прямо из packageTask получаем future, потом где-то его вызываем, что-то получаем. Окей. Как приблизительно внутри устроено? Тоже вдаваться в детали тут дикие шаблонные параметры не буду. Ну, грубо говоря, мы коллабл наш объект храним в std-фанкшене. У нас должен быть promise, с помощью которого мы значение сетить будем. Метод получения future и оператор круглой скобки, который, собственно, запустит наш код на выполнение и корректным образом, ну, то есть, как мы на предыдущих слайдах видели, исключение обработает и пробросит в promise в случае чего. Так, окей. Значит, следующий примитив. То есть, ну, вот мы все это вот рассмотрели, разобрали. На самом деле нам хочется даже, ну, это почти то, чего нам хочется. Нам хочется еще больше. Нам хочется, вот у нас есть какая-то задача, и мы хотим ее выполнить. Нам не важно как. Нам не важно даже, ну, нам, короче, хочется, чтобы наш основной поток при выполнении, он не прерывался, но задача хотелось бы, чтобы была выполнена. Вот каким-то образом, без всех этих вот подробностей, деталей, и так далее, ну, на более высокий уровень подняться. Такой примитив тоже есть, но это уже такая прям абстракция прям высшего уровня, называется sd-sync. Собственно, это package task, который может быть создан как в потоке отдельном, так и не в отдельном потоке. Зависит от launch policy, про который чуть позже. Вот, этот код, соответственно, он выполняется, сразу же sd-sync возвращает фьючер, который мы можем это получить. Launch policy — это вот первый параметр асинка, его можно игнорировать. На самом деле это битовое поле, которое можно, ну, которое по умолчанию выставлено как async или deferred. Это значит, что вы делегируете выбор конкретной полиси в операционной системе. В случае, если вы конкретно указываете async, вы гарантируете, что будет создан какой-то отдельный поток выполнения. deferred — это просто однопоточная версия, то есть вы когда сделаете фьючеркет, только тогда этот код начнет выполняться. Вот, значит, ну, с базовыми вещами мы разобрались. Давайте мы что-нибудь интересное из этих кирпичиков пробуем построить. Это что-то интересное. Ну, я сегодня хотел сказать про очередь задач. Значит, что это вообще такое, с чем едят, зачем, как мы можем все эти кирпичики там применить. Значит, задачи. Вот у нас есть какая-то система, в нее приходит ряд задачек, которые мы хотим решать. Например, там система у нас, она многопроцессорная, многоядерная, то есть может выполнять больше, чем одну задачу за раз. Хочется метод приблизительно такой сигнатурой, а давайте мы добавим очередную задачу, получим какой-то объект, чтобы получить помощью него потом какой-то результат. Ну, вот вроде я писал, вроде все выглядит так, и возникает вопрос. Неужели это очень сильно не похоже на такую вот штуку, как std-async, которую мы вот только что рассмотрели? На самом деле похоже. Давайте попробуем. Попытка номер ноль. Вот у нас есть вектор, в котором мы будем строить результаты, и пускай мы пробуем запихать в наш вектор результатов какие-то объекты, какие-то процессы, которые синхронно код выполняет. Ну, как-то так этот код будет выглядеть. Ну, вроде бы все понятно. Значит, заспауним 100 тысяч этих async и посмотрим, что получится. Есть одна деталь. Значит, мы только что с вами взяли и наспаунили 100 тысяч потоков. Ну, мы явно указали launch policy как async. И как бы хорошо, если у нас задачи легкие, быстрые, и там за доли секунды выполнятся. Если у нас задачи тяжелые, то у нас создается эти 100 тысяч задач, которые будут как-то между собой делить процессорное время. Будут делить они процессорное время больно, долго и печально друг от друга. Ну, и для нас, конечно, пользователей. Кроме того, ну, второй момент. Как бы мы на каждую операцию создаем, получается, отдельный поток. Создание потока, как я сказал, это какой-то системный вызов. Например, клоун. Это может быть довольно дорогой вызов. Ну, как бы от этого хотелось бы избавиться в том числе. То есть, ну, давайте к чему мы пришли. Во-первых, мы не должны создавать слишком много потоков, которые работают одновременно. Это просто не позволит нам использовать мощность системы по максимуму. Потоки будут друг другу мешать выполняться. Второй момент. Ну, как бы задачи у нас, конечно, может быть больше, чем потоков выполнения. Поэтому давайте мы эти задачи будем в очередь просто складывать и ждать, пока очередной поток освободится. Ну, и третий момент. Чтобы не создавать потоки каждый раз, а давайте мы эти потоки создадим заранее, и поток будет действовать согласно потоковому паттерну, как здесь на слайде показано. То есть он будет, пока система работает, он ждет очередную задачу, вытаскивает ее из очереди, ну, и, собственно, выполняет ее. Хорошо. Значит, давайте немножко к коду перейдем. Вот. Здесь такой интерфейс. Первая версия интерфейса нашего Трэдпула. Собственно, нам нужен конструктор, в который мы в качестве параметра передаем количество потоков, которые хотим создать. Есть методы task, в которые мы передаем, собственно, функцию и аргументы, которые хотим выполнить. Тут тоже немного-много шаблонной магии, но главный смысл того, что мы возвращаем просто фьючер. То есть сигнатура этой функции, она полностью соответствует тому, что std-asset, например, из себя представляет. Окей. Ну и потом, конечно, потоки нужно заджойнить, весь процесс остановить и все такое. Ну, понятно, как я уже сказал, нам нужен какой-то set worker, то есть потоков для выполнения и какая-то очередь задач. Ну, давайте мы наши задачи для простоты инкапсулируем, ну, будем хранить в очереди функций std-function. То есть мы всегда можем написать лямбду соответствующими захватами, которая будет так работать, как надо. Окей. Значит, есть один момент. То есть даже из интерфейса понятно, что у нас будет ряд потоков, которые пытаются достучаться до очереди. В общем, как бы есть проблема. Эта очередь, она у нас одна, потоков много. Если мы ничего дополнительно здесь в интерфейсе даже не добавим, возникнет проблема с тем, что потоки будут очень сильно за эту очередь конкурировать. И в самом лучшем случае, в самом лучшем случае, один просто получит задачу, не успеет ее из этой очереди выкинуть, второй тоже получит задачу. Мы будем два раза одну задачу выполнять. Это хороший вариант развития событий. Бывает и плохой, когда все сломается. Значит, окей. Для того, чтобы синхронизировать этот доступ к этой вот единственной очереди, нам нужно применить синхронизацию. На самом деле, он, наверное, вам многим знаком. Мы здесь будем использовать Mutex. Паттерн использования такой, что мы создаем Mutex, потом мы лочим. Здесь наш единственный поток имеет уникальный доступ к тому коду, который идет дальше. Никакой другой сюда зайти в эту секцию не может. Потом мы онлочим. Ну, с таким кодом тоже есть проблема. А что у нас, если вот до Unlock произойдет исключение? Как бы Mutex ничего… Ну, сам онлочится не будет. Ну, и мы получим какую-то утечку ресурсов или там программа, может быть, станет некорректно выполняться. Ну, для этого тоже давным-давно придумали решение. Называется оно Resource Equation is Initialization. Поэтому давайте мы для управления Mutex будем не просто использовать голые методы lock-unlock сры, а используем UnicLock для того, чтобы этот Mutex залочить, когда конструируем, и залочить на деструкторе в случае, если он залочен. Поэтому lock-unlock у нас остается. На самом деле там есть и другие райораперы, даже более простые, типа LockGuard и всего такого, которые просто лочат на конструкторе, разлочивают на деструкторе. Но в данном примере, короче, нам хватит одного UnicLock, а я выдаваться больше не буду. Значит, вот, теперь у нас к интерфейсу добавился Mutex. Теперь мы можем, наконец, перейти к первой версии реализации. Значит, начнем мы, собственно, с конструктора. В конструктор у нас передается количество потоков, и мы пытаемся создать такое количество, такое же количество воркеров. Ну, воркер у нас в лямбде здесь представлен, как видно. Значит, у нас создается бесконечный цикл. После этого у нас создается некое хранилище, будущее для задачи, которые мы будем выполнять. Значит, теперь мы делаем проверку на непустую очередь. Я сказал, что мы должны делать эту проверку синхронно и все такое, но представьте, что будет, если мы каждый раз будем для того, чтобы проверить пустую очередь, лочить Mutex. Ну, в общем, лог Mutex тоже тяжелая операция. Там переключение контекста, инвалидация кэшей, в общем, это может быть больно неприятно. Поэтому давайте мы на первый раз, ну, особенно если у нас система, в которую задачи поступают сравнительно редко. Давайте мы один раз вот возьмем и, короче, проверим просто ток. Если нам повезло или не повезло, и оказалось, что в очереди что-то есть, давайте вот тогда мы возьмем лог и проверим это еще раз. Ну, сначала мы, конечно, проверим, а не оказалось ли так, что задачу разобрали и флаг стоп уже выставлен, ну, тогда нам вообще нечего здесь делать. Давайте заканчивать. Вот. Вторая проверка, собственно, она нужна для того, чтобы, ну, как бы, смотрите, вот мы в эту секцию заходим. До того, как взять лог, ну, у нас какой-то, эта проверка, короче, уже пройдена, какой-то более шустрый поток успел пройти дальше, взять лог и забрать задачу из очереди. Если это произошло, то вот мы здесь вот это вот, вот в этой строчке это проверим, мы проверим это под логом, поэтому это безопасно. Получим задачу, выкинем ее из очереди, все, теперь нам доступ к очереди уже не нужен, мы можем от лога отказаться. Собственно, деструктор здесь вызывается, и все хорошо. Если мы с помощью вот этого вот алгоритма задачу извлекли, мы ее, собственно, выполняем. Окей. Ну, как бы здесь вроде все понятно. Теперь вторая часть. Вторая часть — это добавление задачи. Значит, тут в первой строчке тоже идет всякая шаблонная магия. Она нам нужна просто для вывода возвращаемого значения, ничего больше. Значит, дальше строчка, ну, дальше строчку я буду пояснять. Тут мы создаем, ну, как мы говорили, для того, чтобы создать задачу с отложенным выполнением, с обработкой исключений и с вызовом, ну, чтобы из нее можно было получить фьючер, у нас такая штука есть, называется package task. Собственно, мы создаем здесь package task нужного типа. Почему мы здесь make shared? Make shared здесь для простоты того, что написано дальше. Дело в том, что, ну, как я говорил, мы задачи потом помещаем в очередь, в очередь у нас сохранятся sd functions. Функции sd function, в общем, всем хорошая штука. Единственное, что у нее есть такое не очень приятное требование. Она требует, чтобы объекты, которые в нее помещались, были copyable. Package task, она не copyable, потому что в ней есть promise, который он для movable. Вот. Короче, для того, чтобы здесь упростить код и чтобы не городить copyable package task, так сказать, ну, и не пытаться передать, засунуть в очередь, соответственно, то, что нужно, я здесь просто шарит сделал из него, и там оно будет копироваться. Ничего больше. Значит, go дальше. Теперь мы можем получить фьючер из того, что вот нас создавали. Хорошо. Теперь нам нужно добавить столько что созданную задачу в очередь. Но мы опять делаем log. Если, ну, здесь бросаем исключение, если пытаемся уже закончить, ну, завершенный threadpool, что-то добавить. Странная ситуация, но, наверное, в каком-то контексте она будет возможна, когда мы, например, из разных потоков пытаемся в threadpool что-то добавлять. Вот. И, собственно, добавляем task. Здесь у нас копируется шарит ПТР, поэтому ничего такого не происходит. Ну и возвращаем res, то есть фьючер, который мы в этой точке получили. Отлично. Что нам вообще в нашем коде все еще не нравится? На самом деле, проблемы основные находятся вот здесь. Значит, смотрите, первая проблема в чем? В том, что задачу следующую мы ждем активно. То есть у нас идет просто цикл, в котором мы каждый раз проверяем, 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 проверяем. Значит, если, как бы, ну, дело в том, что даже вот эти проверки, которые, ну, довольно легкие, они нам поток от выполнения этой бесполезной работы, они ее не освобождают. То есть эта работа по-прежнему должна выполняться, по-прежнему у нас занят слот какой-то системный, выделенный под этот поток, а работа полезная там не выполняется. Плохо. Вторая проблема, то, что, ну, мы ее чуть-чуть позже увидим наглядно, то, что вот у нас после того, как прошла проверка, первая, у нас делается лог. Дело в том, что если у нас, например, создано много потоков в нашем тренд-пуле, то когда приходит очередная задача, то эта проверка может внезапно пройти очень, ну, случайно, у количества потоков. Потом все они, ну, как наш код написан, они все попробуют взять лог. Более того, они все в какой-то момент возьмут этот лог, что дорогая операция, и потом n-1 из них поймет, что они сделали это зря. Вот таких ситуаций хотелось бы избежать, но вот с тем, что мы сейчас знаем, это не совсем получится сделать. Нам нужен еще один примитив, на самом деле. Примитив называется conditional variable. Conditional variable это такая штука, которая воплощает отношение signal weight, и в этом смысле она может показаться очень похожей на future promise. не обманывайтесь. Future promise это такая штука, это штука для того, чтобы сказать, что задача была завершена, и ты можешь вот ее воспользоваться с ее результатами. Причем эта связь, она одноразовая, то есть вот создал все promise, из нее извлекся future, и все. Conditional variable это более низкоуровневая и более гибкая штука. Значит, как, короче, все здесь работает? Ну, здесь чуть-чуть пояснение нужно. Вот слева у нас поток, который создает, в котором есть этот condition variable. Значит, дальше нам нужен mutux. Ну, и лог поверх этого mutux. Зачем это нужно, я сейчас объясню. После этого у нас наши перемены начинают ждать, используя этот mutux, как наступление колд события. Это событие, оно в другом потоке устанавливается и совершается на cify этой condition variable. Значит, возникает вопрос. Ну, типа, а почему бы, ну, как бы, хорошо, выполнится какое-то событие, мы об этом сообщили, а при чем здесь вообще лог? То есть, ну, почему без него не работает? Фух, окей. Значит, объясняю. Вот у нас слева, давайте представим, что мы пытаемся сделать кандиджированный аварий и было без лога. Вот у нас слева поток, который пытается ждать, второй поток пытается устанавливать. Ну, вот здесь вот у меня псевдокодом таким переписан wait, который на предыдущем слайде был написан. Значит, смотрите, если у нас нет лога, то мы вот в секцию здесь входим, проверяем условия. Условие, например, не выполняется, поэтому мы пытаемся подождать сигнала. Окей. С правой части у нас до того, как мы дошли до wait, но уже проверили условия, выставляется наш condition и делается notify. Notify, который вот это сделан, он, если у нас нет объекта, который ждет этого notify, то сообщать некому, этот сигнал просто потеряется. Из-за этого у нас после этого делается wait и формально поток слева может ждать сколько угодно и так далее и тому подобное. Более того, даже предположим, что вот у нас первый цикл прошел хорошо, мы встали в wait. То есть, ну, как бы попасть так, чтобы мы сделали notify до первого вызова wait, ну, наверное, можно, но сложно. Окей. Другая последовательность событий. На самом деле этот wait, он, конечно, ну, будет ждать notify. Но проблема в том, что проснуться от этого wait мы можем не только в этот момент, а на самом деле в любой другой. Есть такое понятие, как spurious wake-up. Есть всякие системные вещи. Например, иногда notify one может быть реализована в терминах notify all, потому что для системы это более эффективная реализация. Ну, например. Есть и другие примеры, когда ваш поток может проснуться вот без явного notify данной conditional variable. тогда вот последовательность событий, которые я описал, оно снова воспроизводится. Мы снова проверяем события. В этот момент нам делается notify, set condition, notify, а wait еще не сделал все. Все очень плохо. Окей. С локом все хорошо. Смотрите. Мы, значит, главное, что нужно здесь понять, это то, что мы condition проверяем и устанавливаем тоже под локом. Вот слева у нас есть лок. Мы под локом проверяем condition, делаем wait. Wait, он этот лок отпускает. Зачем это нужно? Ну, если у нас несколько потоков захотят подождать эту перемену, им нужно хотя бы до этого места дойти. Ну, и понять, что condition не выполнен. Другой поток, в свою очередь, то есть, ну, смотрите, потом, когда он, этот лок, если случился с previous wake-up, то мы бы здесь проснулись и мы снова захватили лок сразу же. После этого мы опять проверяем condition и опять делаем wait. То есть у нас condition и wait, они неразрывны благодаря вот этому локу. Неразрывны относительно чего? Неразрывны относительно второго потока, который перед тем, как делать set condition, он set condition сделает лок. То есть даже если наш правый поток на данном слайде, если он сделает notify до того, как проснется первый, все будет хорошо, потому что он выставил наш condition, мы прошли здесь, он сделал это до того, как здесь встал wait, окей, но мы пришли, проверили condition, мы даже не будем заходить в этот wait, все уже установлено, можно идти дальше. Все хорошо. Фух. Окей. Значит, теперь у нас в интерфейсе добавляется еще к кондвару, ну и код немножко поменяется. Код поменяется буквально чуть-чуть. Вот нам теперь уже не нужно жадно проверять, а не пустали очередь задач. Мы просто делаем в бесконечном цикле наш лок, ну, соответственно, в соответствующей секции и ждем кондвару этого наступления события, когда очередь не пуста. Поскольку кондвар блокирует выполнение потока до тех пор, пока не получит notify, ну и не будет выполнено это условие, то мы освобождаем ресурсы системы для выполнения дальнейшего нашего кода. Как бы это очень хорошо, очень приятно, очень радостно. Значит, ваттаск у нас тоже поменяется все немного, нам просто теперь нужно сообщить о том, что появилась новая задача. Ну, как бы, а выставление переменной, как у нас было на предыдущих слайдах, ну, мы как бы делаем просто добавлением очередь, то есть очередь не пуста, значит, появилась новая задача. Все прекрасно. Окей. Ну, еще один маленький нюанс. У меня там переменная стоп все время была, булевская. С ней тоже нужно, на самом деле, аккуратно. Я здесь код деструктора не приводил, но понятно, что здесь деструктор делает. Деструктор просто выставляет флаг stop false, notify it, об этом все треды и join it все эти треды. Если у нас этот флаг не atomic, про atomic как бы в моем докладе не будет ничего, вот. Но если у нас этот флаг будет просто висеть без всяких дополнительных слов ключевых, мы, например, можем взять и закешировать это значение, и каждый поток будет думать, что вот у него есть единственный стоп, поскольку у нас стоп выставляет в true только родительский поток, дочерний поток каким-то образом может решить, что во мне он не меняется, значит, он, наверное, постоянно константа и никогда не завершится. Ну, как-то маловероятно, но глупо. Ну, глупо и маловероятно, но, наверное, возможно. Если мы сделаем этот флаг волателом, нас это, на самом деле, тоже не очень спасет, потому что есть всякие вещи связанные с memory reordering и всем таким. Если мы будем ставить стоп под mutex, тогда, скорее всего, нам волателы хватит. Ну, я в своей реализации, например, этого не делал, ну, поэтому здесь для чистых экспериментов atomic все-таки нужен. Окей. Значит, бенчмарк. То есть, ну, хотелось бы понять, что вот у нас на выходе получилось что-то лучшее, чем было изначально. Бенчмарк очень простой. То есть, я тут написал какую-то штуку, которая сто тысяч раз добавляет к сумме нечто, что очень плохо кэшируется и оптимизатором не заоптимизируется. Запустил на своей машинке, но опции здесь указаны, у меня там четырехъядерная, x2, то есть у меня там восемь ядер виртуальных. Вот. Ну, собственно, запустил тестик, посмотреть, как работает. Ну, результаты привлечены такие. Если запускать в один поток, это async launch deferred, то оно там примерно за четыре секунды отрабатывает какой-то такой тест. Я спавнивал сто тысяч потоков с такими задачами. Если запускать вариант номер ноль, ну, там, где на каждый отдельный поток новый вызов с dasync, создается новый thread, то это работает еще дольше. То есть, ну, когда мы пишем многопоточный код, нужно быть осторожным и, в общем, не перебарщивать с потоками. Значит, номер один, когда в нем десять трэдов, он работает, ну, нормально, там, за две секунды он справляется, но вот если мы количество thread'ов увеличим, то, ну, как бы все очень сильно сразу приседает. Происходит это потому, что эти 200 потоков начинают за очередь сильно конкурировать и все становится плохо. Ну, вариант второй, как бы вот что десять, что двести за полторы секунды, за одну и восемь, на один и шестьдесят два отрабатывает. Все как бы хорошо, ровно, не очень зависит от входных параметров. В общем, это, наверное, все. Всем спасибо. Пожалуйста, вопросы. Добрый день. Там вы использовали в какой-то момент заворачивание функшн в unique.ptr, ой, в shared.ptr. Да. А почему не unique.ptr в данном случае? Если мы завернем в unique.ptr, мы получим опять проблему с тем, что нам нужно этот unique.ptr мувнуть сюда, ну, вот в этом месте. Вот здесь у меня копирование происходит. вот видите, вот в этой строчке. А я бы пришлось этот unique.ptr мувать. Спасибо. Виктор Николаевич, спасибо большое за доклад. Очень интересно. Пара вопросов. По поводу фьючерс-промис, насколько сейчас удобно их дебажить? Появились ли какие-то более специализированные версии, там, в VDE-шках, чтобы это как-то было более удобно? Или все осталось в вырве глаз и взрыв мозга? Ну, на самом деле, дебаг многопоточного кода, да, там все довольно сложно, то есть от всяких проблем, которые были, никогда не деться, потому что если у нас создается поток, ну, как бы по-прежнему, да, там, гигадибишкой переходить, смотреть и все такое. Фьючерс-промисы, они именно удобны в том плане, что мы переходим от параллелизма, основанного на потоках, ну, и там, каких-то примитивных, низкорунивых, к task-based параллелизму. Ну, это понятно. Да, да, да. Когда пытаешься понять, где там ошибка, начинается, по-моему, очень... Потом вопрос, это можно ли принудительно убить поток вообще в реализации этого стд, текущей версии API? Можно ли принудительно убить поток? Например, вот данная реализация, какой-то поток ушел в бесконечный цикл, например, и это все навечно. Понял вопрос. Да, короче, вот моя версия, моя версия очереди задач, она такая довольно простая, такие сценарии в ней не предусмотрены. Вообще это возможно, есть всякие конселэйши токены, конселэйши токенов, но... Конселэйши, насколько я помню, там только, когда мы заходим в этот момент, там налог или еще на где-то. Там, по-моему, вся вот эта вот история про конселэйши токены, да, это нужно писать кастомный код, то есть в стдшном, по-моему, стандартном такого нет. Ясно. Вот при данной реализации, если в дочернем потоке вызывается отделение на ноль, падает только этот поток или вся прилага целиком? Так, если у нас случается сикфолд, ну, от сикфолда, наверное, да, упадет в себя прилага. Ясно. И почему третий пример не был там, уже рассмотреть на логфри какой-нибудь или на реализацию, по-моему, было бы уже очень хорошо пошло бы. Я прошу прощения. Ну, логфри на добавление очередей без логов вообще. Это то, что я хотел сказать, где еще здесь можно улучшиться. Да, здесь можно действительно добавить логфри. Я в своей реализации такого не тестировал. То есть, ну, добавить логфри, заменить очередь на логфри действительно возможно и, вероятно, производительность серьезно подрастет. Это правда. Спасибо большое. Спасибо за доклад. У меня пару комментариев, даже вот если по этому слайду смотреть. Да, да. Вы используете здесь universal reference или forward reference. Да, да. И при этом когда вы передаете в лямду, вы их копируете. Да, да. это странно. Это правда. Это странно. Я согласен. Но дело в том, что если здесь, ну, как бы я старался немножко слайд ужать, если здесь писать еще форварды и как бы с корректным форвардингом аргументов, у меня получалось как-то слишком много. Я решил эти детали отпустить, потому что они здесь мне очень важны. То есть я на самом деле там и return type, например, хотел тоже выбрать. Ну, я просто хотел обратить внимание, чтобы… обратите внимание, пожалуйста, то, что здесь передается по значению, это мне очень хорошо. Ну, что в таких случаях, ну, параметры могут быть какие угодно, правильно? То есть очень сложно для каких-то… я как бы я работаю, я как бы в основном работаю с Unix системами, там такого нет. То есть, ну, конечно, я, конечно, понимаю, что если вы работаете… Нет, просто я к тому, что как бы есть нюансы и… да, 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 да. Спасибо за замечание. Спасибо. Добрый вечер. Можно последнюю картину? Хорошо. Прощение, вопрос откуда? О, последний слайд. Слайд. Последний слайд. Так, точно. Вот здесь номер один, вот 10 и 200 потоков. Вы сказали 4 ядра, а что если запустить? 2 потока или 4 потока? Там очень похожие цифры на то, что в 10. То есть, ну, я как бы поэтому здесь, допустим, не приводил. Все вот в районе 2 секунд, в районе там 1,62, то есть ничего значительно не меняется. То есть, один поток, два потока работают два раза, чем один, дальше не зависит. Один поток буквально здесь нарисован. Вот здесь. То есть, ну, здесь такого однозначного увеличения, если у нас там 4 ядра, ну, 8 виртуальных, от 8 потоков в 8 раз, у нас, конечно, его нет. То есть, ну, там и системные издержки, то есть это на самом деле real-time. Ну, если там, если посмотреть на конфигурацию самого запуска, вот здесь вот, timeout, там вводят 3 циферки, типа real, user и system. Ну, я вот вводил real циферку, можно было еще юзер показать, но там было не очень репрезентативно, потому что там суммарное время, проведенное в каждом из потоков, то есть, ну, не было видно ускорение. Я именно real время сравнивал, а оно очень сильно зависит от того, что у нас в данный момент в системе происходит, например. То есть, чтобы эксперимент был честным, нужно в каком-то сэндбоксе запускаться и смотреть там. То есть, ну, мой как бы показательный, но я согласен, не совсем, не до конца честный. Проверяли по времени? Да, по времени. А по количеству операций? Количество операций я не тестировал. Спасибо. Все, да? Еще вопрос. Два. Просто вы так мало руку. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы упоминали, что кондишнл в рейбе ложные пробуждения. Можно подробнее? Почему? Окей, можно подробнее. Спасибо за вопрос. Значит, и так, 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 так. Ну, на самом деле, у нас кондишнл в рейбл это абстракция, стдшный, которая работает на каких-то, на основе каких-то системных вещей. Системные вещи, ну, как бы, как это в системе реализовано, это может быть очень по-разному реализовано. В зависимости от реализации, опять-таки, ну, это как бы такая очень, очень, такие материи, там может быть такое. Ну, вот у нас есть какой-то, там, на сифайлан, с помощью которого мы пытаемся пробудить один поток. Казалось бы, такой на сифай, он не должен пробудить все остальные потоки. Ну, один единственный, там, который в первую очередь достает. Вот. Но на самом деле, с точки зрения системы, выбор такого вот первого потока в очереди, ну, на уровне внутренних структур, это может быть довольно сложная задача, но трудоемкая алгоритмическая, например, зависит от реализации. Возможно, в некоторых случаях проще заменить этот на сифайлан, на сифайл. Это не очень специфицированная вещь, особенно на уровне системы. понятна эта идея. То есть он может взять, вместо того, чтобы за-насифаять один поток, он на самом деле может за-насифаять, грубо говоря, все. А вы хотели только один. Это, ну, как-то примерно понятно, нет? То есть, ну, такое. Я как бы вряд ли смогу сильно лучше ответить. Идея какая-то такая. На системном уровне некоторые вещи могут работать не так, как нам внешне кажется, что они должны работать. Вот. Я ответил на вопрос? Ну, я просто много времени копал по этому поводу, и которую конференцию мне никто не может ответить. Нормально. И еще один вопрос тогда. Есть ли какая-нибудь стратегия по поводу на сифайлан? Знаете, какую стратегию? Какой поток, к какому потоку отправить? Самая базовая стратегия это вот кто первый вейд встал в очередь, тот, ну, собственно, первый на сифайл получит. А еще? Ну, еще, наверное, могут быть разные варианты, и что-нибудь в духе случайно может получать. То есть, ну, я не до конца уверен, но я сталкивался в основном только вот с first, ну, с q-вариантом. Спасибо большое. Сейчас, можно последний вопрос? Мы вышли из графика, я думаю, потом можно задать будет. Спасибо за доклад. У меня вопрос интересный есть. Встроенные штуки, чтобы, типа, когда повесить тайм-аут на фьючер, и чтобы покидалось исключение. Есть штука, ну, я тоже не говорил, есть блокирующий get фьючера, есть блокирующий, есть вызовы wait for, там туда передается тайм-аут. По истечении этого тайм-аута, собственно, ожидание заканчивается, ну, и там уже можно написать любой пользовательский код, который говорит о том, что если мы ждем слишком долго, наверное, ждать больше не надо, например, и бросить исключение, если вопрос про это. Да-да-да, про это. А еще калбеки тоже можно вешать? Калбеки нет. Насколько я знаком, калбеков тут не получится, то есть идея именно в том, что у нас событие произошло, мы об этом узнали, и дальше мы какой-то пользовательский код тоже запускаем, обрабатываем. То есть, ну, на уровне того, что вы напишете, какие-то калбеки там, конечно, могут быть, или внешние выглядящие, как калбеки, но ничего стандартного нет. Спасибо за вопрос.